Меня зовут Ксения Металинская и сегодня мы с вами будем смотреть на документооборот. У нас такая серия вебинаров по 1С документообороту. Как помните, ранее мы говорили с вами о том, как настраивать права различных интересных ситуациях, с которыми можно столкнуться при настройке прав. Также давала кратенькую инструкцию, как бороться с ошибками у пользователей, если возникают ошибки именно по правам. Что ж, у нас сегодня по плану. План только кратенький, но при этом хотелось бы рассказать подробнее о каждом из пунктов. Посмотрим, какие шаги при заполнении базы, на что стоит обратить внимание. Здесь хотелось бы сказать, что скорее всего уже вы уже либо работаете, либо планируете работать за документооборотом и в принципе знаете, как и куда двигаться при разворачивании новой базы. Этот первый пункт скорее такой у нас входящий, рассчитан для новичков. Дальше пункты. Три пункта уже рассчитаны, скажем так, на уровень больше, больше и больше. Поэтому будем двигаться от маленького к большому по сложности. Рассмотрим, какие есть опции при настройке карточки. Документы расскажу подробно о каждой, скажем так, отметке, галке, которая там есть. Может быть, смотрели неодноразово и при настройке каждого документа у вас возникают вопросы, чтобы еще включить или выключить. Если такие вопросы возникают, значит вам точно сегодняшний вебинар пригодится. Третий пункт. Рассмотрим, как добавлять допреквизиты и как с ними работать. Самое интересное, покажу, как без доработок. Двигать этот препвизит на форме документа и выводить его, например, не во вкладке свойства, а во вкладке главное и основное. Документы. А также посмотрим очень интересную тему. Я думаю, что если вы еще не пользуетесь, то точно будете пользоваться этой опцией фишкой в документообороте после вебинара. Это автоматическое заполнение файлов на основании файлов карточки документа на основании реквизитов, которые заполнены в данном документе. То есть, например, у нас есть какая-то заявка. Нам нужно эту заявку заполнить данными, поставить дату, поставить организацию, которую мы указали в карточке документа, поставить пользователей без редактирования физического, сделать так, чтобы система сама это делала и без, скажем так, участия человека. Очень сокращает трудозатраты подготовки каких-то шаблонных файлов, а также, допустим, шаблонные договоры можно таким образом создавать и они все будут знаковые, созданные по шаблону и исключаем таким образом возможность там какого-то оверредактирования или банальных допущений каких-то ошибок, да. То есть, у нас будет один красивый выверенный шаблон файла, который все пользователи будут дозаполнять, при том, что заполнение происходит в автоматическом режиме. Что ж, когда мы говорим о разворачивании новой базы, первым делом нам нужно в эту базу либо ввести, либо загрузить нормативно-справочную информацию. Как вы знаете, для того, чтобы начать работу в базе, нам нужно хоть что-то туда внести. Первым делом, что мы делаем, это заводим организации, контрагенты, а также физлицы. То есть, вот тут всю информацию по нашим организациям, да, то есть нашим организациям, организациям, с которыми мы работаем, с физическими лицами и так далее. Будем сегодня смотреть демонстрацию базы. Это у нас версия, сейчас скажу, версия 2.1, 18, демонстрационная база от фирмы 1С. Здесь сразу хочу предупредить, если вы не часто заглядываете на наши вебинары, мы всегда показываем демонстрацию на демонстрационных базах фирмы 1С, но при этом есть такое ощущение, что, может быть, пишут, что там какая-то ошибка в базе и так далее. На самом деле нет, здесь просто демонстрационная тестовая такая база для всяческих уроков или обучений, поэтому, может быть, кто-то вводил там слишком много каких-то документов, информации, которые, понятно, что они не актуальны, они демонстрационные, и при этом получается, что иногда у нас есть какие-то очень интересные даты указаны на документах, поэтому прошу на даты не смотреть, на сроки и так далее. Вот это все демонстрационные данные, ни чья не база, не переживайте. Первым делом, если мы говорим о НЦИ, как уже говорила, повторюсь, это вводим организация, здесь у нас есть раздел «Нормативно-справочная организация», «Информация организация», вот блок предприятия, на него следует обратить внимание сначала. В организациях забиваем все наши организации, то есть либо у нас есть группа компаний, либо это одна компания и какие-то юридические лица, которые к нам привязаны, либо это одно герлицо, несколько ипажек, то есть отражает нашу структуру, наша организация. Контрагенты, что самое интересное, у нас сводится уже и из этого раздела, а из раздела «Соместная работа». Это список контрагентов, довольно стандартный, как и у всех операций 1С. Затем, после того, как вы купили организацию и контрагентов, в обязательном порядке, там можно зайти в структуру предприятия нашу и отразить по подразделениям, как у нас построена наша архитектура нашего предприятия. Какие у нас есть подразделения, какие подразделения к нам привязаны. При этом, если много спрашивают, что делать, если у нас есть одна организация, одно герлицо и еще три герлица, которые подчиненные организации наши. Что для каждого убивать? Нет, на самом деле для каждого не нужно. Стоит отразить главную организацию и под главной организацией, допустим, управляющей организацией, добавить подразделения, две или три организации, которые у нас есть подчиненные. То есть подчиненные организации отразить как подразделения здесь в структуре предприятия. То есть там, где пишет структура, это у нас будет управляющая организация. А в подразделениях добавить все подчиненные организации, которые у нас есть. После этого необходимо перейти к заполнению пользователей. Может быть, если сталкивались, знаете, что в подразделении необходимо указывать руководителя. Если вы делаете данный процесс вручную, то, скорее всего, вам придется для каждого подразделения заполнять администратор. А затем уже, когда заводите пользователей, назначайте пользователей корректных руководителями подразделения. Понятно, что довольно редко возникает ситуация, когда мы будем вручную брать и создавать каждого пользователя. Обычно, если мы запускаем документы оборот, у нас есть уже как минимум одна какая-то конфигурация на предприятии, где у нас список пользователей хотя бы базовый забит. Даже либо бухгалтерия, либо управление торговлей, либо ERP и так далее. Есть возможность выгрузить и загрузить список пользователей с заполненными реквизитами в документы аппарата. Но при этом, если там предприятие маленькое, три пользователя, при этом другие пользователи у нас работают в правиле торговли, то есть не пересекаются, бывает такое редко, то можно заполнять таким вот образом вручную. Двигаемся дальше. Для того, чтобы у нас пользователи, скажем так, работали, мы заполняем справочник должности. Должность указывается для каждого пользователя. Удобно потом при работе с ролями смотреть именно на должность и, допустим, называть роль тем же именем, что и должность. Директор по экономике, главный бухгалтер и так далее. То есть такие вот простенькие вещи, которые, возможно, в некоторых вещах очевидны, но бывают просто случаи, когда компания Кудалайн, мы занимаемся, оказываем услуги по 11 документообороту, и клиенты просят к ним подключиться, помочь. Так вот, очень интересные бывают картины, да, истории, когда при вводе номенклатуры изначально было что-то или все сделано неверно и, соответственно, обслуживание такой системы и сопровождение, оно составляет больше трудозатрат, да, чем вариант, когда все сделали корректно и правильно. Так, про рабочие группы расскажу после календарей. Значит, нам нужно заполнить рабочие календари и графики работы. Это очень важно, поскольку у нас могут быть... Допустим, у нас есть какой-то завод, да, на котором работают сотрудники. Первая смена там с 7 утра до 4 и вторая смена с 3 до 8 вечера. При этом такие сотрудники у нас будут участвовать в некоторых процессах по обработке наших документов. Как вы помните, в процессах мы проставляем сроки исполнения для определенных задач. Сроки могут быть как в часах, так и в днях, да, то есть срок выполнения задачи согласовать там 2 часа или 3 часа. И в таких случаях, если сотрудник, допустим, всегда работает во вторую смену, а ему пришла задача с утра для того, чтобы система не показывала ложную просрочку. Понятно, что нам нужно корректно заполнять и вести эти наши графики работы. Чтобы когда человек пришел на работу, да, там, допустим, в 3 часа, да, то задача ему пришла и давал срок исполнения 2 часа от времени, когда человек реально приходит на работу. Допустим, предыдущий день, предыдущая задача была выполнена, чтобы новая задача скенерировалась и учитывает вот эти новые сроки. Так, давайте приключимся на нашу презентацию. Пользователи должности, графики работы, структура предприятия рассказала. Давайте двигаемся к виду документов. Вот так. Посмотрите, тут тоже два варианта есть. Даже больше, чем два. Сейчас мы рассматриваем вариант введения вручную. Откуда нам знать, какие виды документов создавать, загружать? Во-первых, у нас можно создавать виды документов. Впустую, вручную, с нуля. Этот вариант подходит только в том случае, если у нас есть свой методолог по документообороту, и он нам говорит, что и какой вид документов создавать. А лучше всего делать сам. Это необходимо для того, чтобы не разводить пустые или ненужные виды документов. Виды документов, структура видов документов, она должна не то, что точно соответствовать структуре работе предприятия, а должна быть, скажем так, не то, что быть выше этого. Мы должны продумать структуру документов предприятия до того, как мы вводим виды документов здесь. И при этом мы должны продумать, какие виды документов у нас не используются на предприятии, какие используются, какие могут использоваться дальше. Например, у нас предприятие, мы ведем какую-то деятельность, оказываем услуги. У нас есть вид документа, договор, доп. соглашения, документы расторжения, возможно, к этому договору и сделка. Мы пользуемся этим документом, договор. И все договоры, которые у нас есть, мы создаем следом документа, договор. Но при этом в один прекрасный день мы решаем, что вот у нас есть это все были договоры услуг, а еще мы начинаем заниматься арендой, оказывать услуги по аренде. И будем называть такие договоры, договор к аренде. Получается, что у нас уже есть договор, есть договор аренда. Потом мы поймем, что, наверное, доп. соглашения тоже нужно будет делать аренды и так далее. То есть у нас какое-то новое понятие появилось, и мы создаем структуру документов под нашу аренду. Так вот так делать очень сильно не рекомендуется. Как рекомендуется делать? Оставить один-две документа договора. Оставить один-две документа доп. соглашения. Оставить там сделку, оставить документы расторжения. Но при этом внутри самого договора добавить дополнительный реквизит, который будет определять вид или тип или характер этого договора. Это будет какой-то новый справочник, который мы можем заводить. Ну, для начала только аренду, а затем, когда мы решим заняться чем-то еще дальше, то есть первый вариант – это аренда, второй вариант – услуги, и все. Дальше мы будем добавлять сюда новое значение по мере того, как это будет необходимо. Сейчас я вам рассказала вот такой пример минимальный, как продумать, как шаблонизировать виды документов. Напомню, что мы уже ранее проводили вебинар о том, как готовиться к внедрению документа оборота, как готовиться к шаблонизации документов, какие есть действия при подготовке, что необходимо учесть, какие таблицы необходимо составить. Сейчас подпишитесь, пожалуйста, коллеги. Если будет интересно такую тему послушать, поставьте плюсики или отпишитесь в чате. Мы активно смотрим фидбэк от аудитории и все следующие вебинары, которые у нас планируются. Озвучиваем предварительно. Интересно, было бы интересно или нет такой послушать. Верю, что ставят плюсики. Отлично, это хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Кстати, немножко прерву все в предсказе. Что еще очень интересно мне от вас, коллеги, услышать, это, во-первых, какие у вас будут вопросы по итогу вебинара, напишите, пожалуйста, уже в конце. И тоже отвечу. Возьмем несколько минут, чтобы ответить на вопросы. А также напишите, пожалуйста, может быть, через час либо в ходе вебинара у вас возникнут какие-то мысли, на какую тему вебинар вы бы хотели услышать, что вы бы хотели узнать, поскольку нам очень интересно. Мы будем продолжать вести вебинары и хотелось бы понять, что именно интересно нашим слушателям и проводить вебинары по темам, которые действительно интересны и действительно нужны. Что ж, возвращаясь к структуре документов. Собственно, у нас в разделе «Нормативно-справочная информация» и «До документов». Немножко мы взяли эллиерическое отступление от этой темы. Есть несколько способов вводить виды документов. Создавать вручную, группировать их в группы. А также, с учетом, конечно, позиции методолога или с учетом позиции вашей по шаблонизации, то есть отнестись с умом. Вариант второй, как мы можем завести эти виды документов. Это с помощью типовой методики 1С документооборота загрузить типовую методику. Может быть, вы у себя тоже видели в документообороте, если пользуетесь такой опцией. Вот эта кнопочка, она актуальна только, когда вы создаете пустую базу новую. И у вас есть возможность предзаполнить вот эту базу типовыми значениями, которые рекомендует нам сама фирма 1С. Сама фирма 1С создавала эти виды документов, и сейчас можно их сразу все загрузить, и они будут у вас в базе эти виды документов для того, чтобы вы пользовались. Рекомендуется такой подход в случае, когда вы хотите запустить документооборот, у вас нет времени думать сильно много, вы пока не готовы обследовать, расследовать все виды документов, которые у вас используются на предприятии. Вы хотите пойти немножко тестовым путем и посмотреть. Загрузите, скажем так, максимальное количество видов документов, а потом на практике посмотреть, какие документы используются, а какие нет. Такой подход тоже возможен. Конечно, тут больше понадобится, потребуется от вас работы, вашего времени, но существо сокращает процесс внедрения. То есть, когда у нас все настройки сделаны, мы запускаем базу, запускаем базу пользователей, и вот таким тестовым немножко способом, диагностическим, смотрим, как у нас документооборот будут работать. Что ж, у нас виды документов, как вы помните, все документы делятся на потоки. Это база документооборот 2.1, и эти потоки у нас здесь, в этой редакции 2.1, они отдельные. Может быть, кто-то из вас уже в курсе знает. Фирма 1С объявила и уже разрабатывает довольно долго редакцию документооборот 3.0. И есть уже некоторые вот такие тизеры, можно так сказать. Также есть небольшая презентация и книга по функционалу редакции 3.0. И вот в этой редакции уже потоки документов, они визуально не сильно отличаются. То есть здесь, когда мы заходим в базу нашу документооборот 2.1, 2.0. В финальной версии еще не выпустили. Еще пока собирает этот пак. Есть уже книга-инструкция, да, руководство пользователя. Но пока что финальную версию. Вот там сегодня, кстати, насколько знаю, была встреча с ЦКД. Обсуждали планы, обсуждали баги, обсуждали, что есть. Так вот, собственно, возвращаясь к потокам. В 3.0 потоков подтверждаете информацию, что выпущено. Окей, хорошо, тогда посмотрю. Посмотрю. Спасибо, что сообщили. Как видите, у вас всегда актуальная информация. Это очень круто. Что ж, у нас тогда радостные новости с вами, да? Можем говорить, что 3.0 официально выпущено. Отлично. Ну что ж, поздравляю. 3.0 выпущено. Кстати, у нас уже ранее был вебинар по документу обороту 3.0. Если интересно, проведем еще один и посмотрим функционал. Кому было бы интересно посмотреть на 3.0 документ наоборот, пожалуйста, напишите в чатик. Мы обязательно учтем. Документы. Очень много плюсиков. Супер. Так. Какие виды документов? У нас 3 потока. Все очень доступно. Внутренние документы. Это те документы, которые генерируются нашей организацией для нас в факту. И затем, может быть, после того, как документ создан для нас, он может быть выслан кому-то. Входящие документы – это документы, которые генерируются в других организациях, приходят в нашу организацию. Затем у нас уже отрабатываются. Исходящие документы – это те документы, которые предназначены, исходно изначально для другой организации на отправку. Ситуация, когда к нам пришел входящий документ, какой-нибудь запрос. На основании этого запроса мы генерируем внутренний документ, допустим, договор и обрабатываем этот документ. И на основании договора мы отправляем исходящим документом копию экземпляра для подписи. Такие у нас есть потоки. Давайте, прежде чем заходить в карточку самого вида документа, подсмотрим нашу презентажку, о чем еще не рассказала вам. Окей. Генерираторы, папки, шаблоны документов, шаблоны файлов и связи расскажу уже в рамках настройки вида. Домикулатура дел. Домикулатура дел у нас настраивается также из информативно-справочной информации. Домикулатура дел. Я думаю, что если пользуетесь тем, кто нужно, те знают. Домикулатура, которые хранят документы по делам и по томам. Вот эта структура жестко настроена и отражена для того, чтобы быть легальной. То есть там есть требования по ГОСТам, которые определяют количество листов в томах и так далее. Здесь данный функционал моникулатура дел абсолютно поддерживает все требования ГОСТа. Есть заголовки, индексы и так далее. Есть также для каждого дела настройка томов. То есть если один дом заканчивается, начинается другой. Сколько хранится, какая форма, какая категория и сроки. То есть вот эти категории, они абсолютно соответствуют нашим ГОСТам. Давайте посмотрим, какие документы. Я всегда показываю на заявке отпуск. Вот у нас такой очень типовой вид документа. Заявление на отпуск. Открываю этот вид документа. Можем посмотреть, что у нас в принципе доступно из системы, чтобы настроить такие документы. Настройки группы индекса нумерации. Каждый документ, понятно, что знаете, есть возможность зарегистрировать. Сам регистрационный номер также настраивается. Вот здесь на вкладочке нумерация. И формат для регистрационного номера, его также можно редактировать. И редактировать до такой степени, что, допустим, указывать периодический номер и затем индекс конкретного вида документа. Индекс пользователя, индекс организации. И понятно, что для того, чтобы отображать такие индексы, их нужно изначально придумать и задать всем видам документов организациям, либо пользователям, или пользователям. Здесь как раз поле предназначено для взведения назначения индекса для этого вида документов заявки на отпуск. Здесь по этой ссылке очень удобно переходить в набор свойств дополнительных реквизитов этого вида. То есть вместо того, чтобы открывать постройки администрирования, переходить до реквизита искательства и документов, мы сразу из вида внутреннего документа переходим в набор до реквизитов. Вот они у нас. Целый список. И вот сразу открывается на том виде документов. Ну что ж, поехали. Здесь у нас есть функциональные опции, которые включают или включают определенные функции, или реквизиты, или целые механизмы в этом виде документов. То есть мы оставляем вот эти галочки. Мы изначально говорим в системе, что нам необходимо будет делать с этим документом. Использовать срок исполнения. Показывает реквизит срок исполнения и туда можно вводить определенную дату. То есть здесь у нас форма документа. И мы добавляем новый реквизит сюда. Гриф утверждения. Использовать возможность утверждения проставки написания должностным лицом. Эта возможность у нас появилась довольно недавно. Можно даже сказать, что немножко даже из редакции 3.0, где у нас используются должностные лица. Должностные лица это, допустим, у нас есть пользователь. Бухгалтер Иванова Ольга Петровна. Этот бухгалтер, Иванова Ольга, в какой-то определенный момент она еще и становится главным бухгалтером по... или главным финансистом. Ну, допустим, такая ситуация. Это может быть любое. Или ответственный специалист по РСБУ или МСФО. То есть по факту у нас есть 3 позиции или 2 позиции, которые исполняет один пользователь. То есть это и главный бухгалтер, и специалист по РСБУ, а также она и специалист по МСФО. В данном случае тут, скорее всего, подробнее расскажу на вебинаре про 3.0, но в целом задумка какая, что мы привязываемся не к пользователям, а создаем карточки вот как раз таких должностных лиц. То есть пользователь физический существует в 2 или в 3 позициях, должностных лицах. Далее. Вести учет по номенклатуре ВЕЛ. Включается или выключается, можно включить или выключить. В учет по номенклатуре ВЕЛ появляется новый реквизит в ВЕЛ. ВЕЛ и УЧЕТ по ОРГАНИЗАЦИЯМ. И УЧЕТ по контрагентам. Это вот чем отличается также от УЧЕТа по сторонам. Если мы включим УЧЕТ по ОРГАНИЗАЦИЯМ, у нас появится реквизит ОРГАНИЗАЦИЯМ. Вот таким образом. Если мы включим РЕКВИЗИТ КОНТРАГЕНТ, у нас будет тоже РЕКВИЗИТ ОРГАНИЗАЦИЯМ отдельный в контрагентах. Сейчас покажу, как выглядит. Если же мы включим УЧЕТ СТОРОН, у нас ОРГАНИЗАЦИЯ и контрагенты будут обращаться в виде СТОРОН. СТОРОН. То есть СТОРОНЫ и СТОРОНА. ФИШКА в том, что мы можем также заводить трехсторонние и более документы, где у нас одна сторона, там наш, и лицо, и два контрагента, или три контрагента, и так далее, или обратную ситуацию. Всегда в сторонах первая строка – это наша организация, а остальные стороны – это контрагенты. Вести УЧЕТ ПО АДРЕСАТОМ. В ДОКУМЕНТе появляется новое поле, адресат физический, наш пользователь, наша система, которого мы показываем. Кто адресат документа? СРОК ДЕЙСТВИЯ. Учитывать СРОК ДЕЙСТВИЯ. Также СУММА ДОКУМЕНТа. Давайте сразу покажу. СРОК ДЕЙСТВИЯ. Так, давайте сделаем таким образом. Я создам документ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. Или же... Я даже несколько визитов спешу. Несколько функциональных опций, потому что нам было интересно смотреть. Отвечая на вопрос, который в чатике у нас есть, как происходит проверка до предвизитов только в конкураторе. Например, проверка даты и начало окончания. Можете поподробнее написать вопрос? Что именно подразумевается под проверкой? В данном случае для заявки на отпуск мы просто вбили новые предвизиты и по датам. То есть в датах. Вот дата до. Возможно, я совсем поняла вопрос, поэтому, пожалуйста, попробуйте. развернуть. Пока наша демонстрационная база немножко отлубает. Долго. Хочу показать вам срок действия. Эта функциональная опция, она открывает возможность учитывать сроки действия документа, а также связанных документов. То есть можем завести, что документ действует, с какого числа по какое число. Какой порядок продления этого документа, как его продляется. допускается ли какое-либо продление. Если продление допускается, то пользователю, рекс-заданием, инициатору подготовил, будет отправлено ознакомление, чтобы обычно вот эти все ознакомления, они приходят за 30 дней до окончания срока, но также есть опция, чтобы ознакомления приходили там вот под Новый год, да, когда у нас заканчивается год, обычно приходит письмо, да, удобно, когда он так приходит, что вот столько договоров у вас было автоматически продлено, и вот такие договоры у вас допускают определение, пожалуйста, обратите внимание. То есть все, что мы здесь указываем, оно каким-то образом влияет на дальнейшую работу. Также у нас есть возможность указать допустим, у нас есть договор и доп.соглашение. Договор был заключен там в 20-м году. По договору были заключены доп.соглашения, да, там на изменение стоимости, какие-то доп.заказы и так далее. Договор у нас был там на два или на год, да, на два года. Под завершение 21-го года мы подписали доп.соглашение, что давайте еще продлим на один год наш договор. Таким образом, мы здесь можем отразить, мы заходим в карточку договора и выбираем, что срок действия этого документа изменен другим документом. Выбираем и, собственно, смотрим, каким. а зачем все это делать? Для того, чтобы, когда мы формируем отчеты, у нас подтягивались актуальные данные, да, то есть мы не хотим под факту данный документ у нас будет актуальным, то есть еще на год. И в отчетах по просроченным договорам мы не хотим убедить этого документа, для того, чтобы он туда не попал, как раз указан срок действия. сумма указывается сумма документа и также валюта. Валюты можно расширить список валют, добавив их в справочник. Да, и также у нас отдельно учитывается НДС, также есть отдельная функциональная опция. Отдельная функциональная опция в виде документа Алист, ТИАД, отдельный справочник статьи можно выбирать. Таким же образом у нас появляются в документе грифы, то есть общие и секретные грифы. Вопросы деятельности тоже таким же образом у нас создаются. Не создаются, а отражаются в документе. Учет по проекту, то есть может быть такое, что документ привязан какому-то проекту, нужно ли поле отдельное, чтобы привязывать документ проект. Вот собственно это поле, это все у нас регулируется как раз отметками в виде документов. Вести учет по статьям ДДС, вести учет, учитывать срок действия, сумму документов. Вести учет товаров услуг и услуг отдельная опция, которая позволяет учитывать номенкатуру товаров у нас в документообороте. Как вы знаете, везде, во всех конфигурациях 1С есть одно стабильное звено, которое присутствует везде. Это номенклатура, то есть товары, наши услуги. Но здесь в документообороте этот справочник он необязателен. То есть если мы не хотим, мы можем сюда не говорить. Вот собственно этой опции мы можем, если нужно, это добавлять в наш каталог товаров и добавлять какие-то определенные товары и услуги из мемникулатуры по документу. Это удобно, если у нас используется заполнение файла. Будем немножко ускоряться, двигаться, поскольку время у нас уже уходит, мы даже не дошли к нашему интересному нашему исполнению, поэтому будем двигаться. Все эти опции доступны в режиме администратора для пользователя, кто является администратором и позволяют регулировать как раз то, как пользователи будут работать с этим видом документов. Изначально необходимо, очень важно правильно настроить корректно вид документа. Нет такого понятия, что необходимо какие-то галки выключить, или выключить, корректно имеется в виду соответствие с реальностью. То есть в реальности что в этом документе нужно. Понятно, что если это заявление на отпуск, мы не будем учитывать контрагента. здесь не соответствует реальности. Но при этом мы будем учитывать организацию, поскольку если у нас несколько организаций, на которых есть сотрудники, то нам нужно понимать, с какой организацией сотрудники. Интересно еще, если кто-то был на вебинаре о правах, помните о том, что у нас есть рабочая группа по документу и для того, чтобы ограничивать доступ к документу только тем пользователям, которые непосредственно относятся к этому документу, нам нужно включить вот эти две галочки. Автоматически ввести состав участников рабочей группы, а также что заполнение этой группы рабочей является обязательным. Вот эти две галочки дают нам то, что по факту к документу не будет получен доступ пользователям, кроме тех пользователей, которые непосредственно либо указаны как инициатор, как подготовил, либо как ответственный для документа, либо как сотрудники, которые работают по процессу обработки этого документа за наведенным шаблоном. так, отвечаю на вопрос, вопрос, вы привели пример дополнительных реквизитов документов в примере дата начала и дата окончания, как проверить, что пользователь ввел конкретные данные, если вы имеете ввиду, что он не ввел данные 1.01.2001 или вы давайте, может быть, расскажу о теме до предвизитов, возможно, вопрос будет решен. Хорошо, двигаемся до предвизитов, переходим по нашей быстрой ссылочке на набор дополнительных свойств данного вида и видим, что уже было предустановлено, создано предварительно несколько доп. реквизитов. Давайте посмотрим дату начала отпуска. Здесь есть новое создание создать новый реквизит и покажу, что именно есть возможность выбрать. Есть возможность выбрать именно тип данного значения, то есть, что мы хотим вводить. Мы нужно подумать, какого типа реквизит нам нужен. это будет какая-то галочка, отметка вот как здесь. Да или нет отметка входа с отметкой, с галочкой, чтобы ее туда предоставлять. Это будет реквизит в виде даты, то есть нужно будет выбирать время или дату, как допустим в сроке действия. Таким образом. Это будет просто обычная строка, вот как здесь, где пишут модификатор на строках, где можно писать, что там. Или же число, то есть количество дней. Ниже можем определять параметры, то есть точность. До какого знака после запятой будем числа учитывать. а также среди базовых типов у нас есть возможность указать какой-то другой справочник, который у нас уже есть в системе. Например, нам нужно в отдельном реквизите указывать определенного сотрудника. Допустим, у нас какой-то акт есть, нам нужно указать в этом акте, ответственного, поскольку ответственное другое сотрудникам. Таким образом, мы выбираем тип данных пользователей. И таким образом, давайте для тестового примера, также настраивают, есть возможность настроить условия для видимости, обязательности и доступности. То есть, можем настраивать, когда реквизит будет виден, когда обязательен, кто его может запомнить. То есть, здесь доступность. Видится в виду, что мы видим реквизит, но он недоступен для изменения. Таким образом, можно регулировать, как мы работаем с этими данными. И вот в нашей форме создания документов заявки появился новый реквизит. Как видите, здесь тип данных это справочник пользователя. Мы можем открыть этот справочник и выбрать конкретного сотрудника. очень многое зависит от типа данных, которые мы выбираем. Вот у нас начало отпуска. Открывается форма с выбором дат. И окончание. В любом случае, у нас данный документ, когда мы будем выстраивать процессы обработки по заявке на отпуск, изначально рекомендуется согласовать с руководителем, затем, если нужно, согласовать с директором департамента, затем либо писать, либо отдать на исполнение кадровой службы. Возможно, кто вопрос, который задавали в чате, кто проверяет сначала окончание отпуска, где были корректные данные. То есть, если мы здесь напишем, допустим, 20-й год, да, 19-е, понятно, что кадровик, ну, если руководитель не заметил, то понятно, что заметит кадровик, который будет с приказом и, собственно, осуществляет проверку заполнения реквизитов. Таким образом, у нас появляются новые реквизиты на форме. теперь вопрос. Если мы с вами случилось так, что нет у нас с вами доступа к программистам, как сделать новый реквизит и поместить его, допустим, в левую сторону формы закладки реквизита. Все новые реквизиты, которые мы создаем, как вы заметили, они автоматически помещаются на страничку свойства. Свойства это страничка для хранения таких всех добрых реквизитов. допустим, как показала практика, наши пользователи тратят много времени, потому что сначала они не замечают этих реквизитов, то есть в этой вкладочке заполняют только на главном. И когда пытаются записать документы, с теми могут ругаться, если вот эти реквизиты у нас будут обязательными для заполнения. Значит, что можно сделать? Для удобства чисто уже для удобства можно вывести данный реквизит на форму, другую форму. Для этого нам нужно воспользоваться настройками формы. Это типовой функционал самого предприятия, платформа. Если вы пользовались, пользуетесь программами 1С, вы точно знаете, что практически в любой форме есть такая опция, как изменить форму. Что это нам дает? Нам дает это возможность для себя персонально поменять форму конкретного документа. Видите, здесь у нас отображается структура закладочек, страницы, реквизиты, файлы, товары, услуги, утверждение, резолюция. Если посмотрим выше, узнаем эти вкладочки. Они у нас отражены от подкладки. И новый реквизит можем перетащить обычным способом в реквизит. Затем на вкладочку реквизита. Затем открываем эту вкладочку и смотрим поподробнее, кто же именно нам поместить в реквизит. На вкладочке может быть неограниченное количество групп, подгрупп и так далее. Поэтому смотрим внимательно, когда мы этот реквизит перетаскиваем. Вот таким образом у нас под видом документа будет отражаться наш реквизит. Допустим, мы хотим создать допреквизит для договоров вид договора. Этот вид договора мы можем поместить сюда сразу под вид документа и всем пользователям будет сразу понятно, как что за вид этого документа и как этим пользоваться. Затем то, что мы сейчас сделали, это применимо только для нашего пользователя. под тем, под которым мы сидим в базе. Что делать, если мы придумали, что новый реквизит будет подлежать только для этого заявления на отпуск для вида документа. Нам сделать так, чтобы все пользователи видели этот документ здесь. Для этого нам нужно зайти в любого пользователя или своего пользователя. Техническая неполадка. сегодня не под подлинным администратором смотрим базу, а под директором. вот оно. Смотрите, мы перешли в пользователей и перешли в настройки пользователей. у нас открывается функционал, который позволяет нам копировать другим пользователям свои персональные настройки. Обычно делается таким образом. Заходит в систему администратор или какой-то новый сотрудник. Задаем нового пользователя. Если у нас много сотрудников в системе, есть пользователи сотрудников администраторов, все активно работают, там около двух пользователей. Рекомендуется что сделать? Создать нового пользователя. Под этим новым свежим пользователем зайти в систему, настроить интерфейс видов документов таким образом, каким мы хотим, чтобы он отражался для всех сотрудников. Затем зайти в настройки копирования этих персональных настроек и раздать всем сотрудникам и всем пользователям, которые есть в базе эти настройки. Делаются таким образом. Тут также стоит пересмотреть список и выбрать те настройки, которые вам необходимы. То есть главная команда интерфейса это расположение допустим наших иконок. То есть список сервисов, список кнопок. знаю, что активно пользуются коллеги вот этим ценалом. То есть допустим нам нужно сократить количество выводимых опций в определенном разделе. То есть допустим мы хотим исключить создание процесса из вот таким образом и совместной работы. Делается настройкой навигации, настройкой действия. Выбираем отсюда процесс. и затем расшариваем эти настройки всем сотрудникам. Видите, здесь у нас немножко технические неполадки. Из-за того, что мы под пользователем директора, а не под администратором, у нас нет возможности показать наглядно, как это выглядит. для того, чтобы скопировать настройки, нам нужно выбрать внутренние документы, именно форму внутреннего документа, как элемента не списка, и его скопировать. Видите, сейчас не позволяет, к сожалению. Окей. Что ж, еще один важный вопрос, о котором хотела рассказать и показать его, как работать с заполнением файла. Давайте перейдем наше заявление на отпуск в шаблон документа, и на вкладочке файла добавим шаблон нашего файла. Что это значит? Это значит, что при создании заявления на отпуск карточки документа будет прикреплен файл. Вот наш файл. Окей. Файл загружается. Этот файл мы можем там посмотреть, подредактировать и так далее. То есть ровно в таком виде, в каком он сейчас есть, он будет подгружаться в каждую карточку созданного документа. Но нам нужно, чтобы сам файл был заполнен актуальными данными из карточки. Это делается как раз из вида документа, из шаблона на закладочке файла у нас есть настройка автозаполнения. Это как раз то, что нам нужно и чем мы будем пользоваться для заполнения. Как это работает? Изначально откроем файл для детектирования. Сейчас из веб-версии открытываем. Это наш очень краткий минималистичный шаблон файла. Если мы его оставим в таком виде, он будет в таком же виде подтягиваться каждую карточку создаваемого документа. Понятно, что изначально у нас должно быть больше данных. Нам необходимо, чтобы и организация наша потягивалась, и даты начала окончания отпуска. Давайте посмотрим на примере. Давайте здесь будем прописывать, что от кого, от какого сотрудника создан документ, создано заявление. сначала нам нужно будет зайти в настройки самого ворда. Это не очень сложно. Давайте покажу. Мы заходим в параметры, вот здесь файлик, параметры. Открывается окно с параметрами, которые, я уверена, что заходили не одноразово, но всегда уходили с непониманием отсюда с этих настройок. выбираем здесь пункт настроить ленту. Настроить ленту и в правом вкладке в колонке выбираем, где у нас основные вкладки. Ставим галочку на вкладке разработчик. Она по умолчанию всегда выключена, но сейчас мы ее включили и у нас будет она отображаться. Видите, вот у нас есть новая вкладочка разработчик. Приходим на эту вкладочку. Детально рассматривать, что она делает, наверное, не будем. Покажу, как создать заполняемое поле. В документе мы создадим для каждого пропуска данных. Для тех мест, в которые нам нужно будет подставлять данные из документа, мы создадим заполняемые поля. Эти заполняемые поля затем настраиваются в соответствии реквизитам из карточки документа. Для того, чтобы его настроить, нажимаем вот сюда в форму предыдущих версий поле. Таким образом, как видите, у нас изменился цвет, мы видим, что это заполняемое поле, но мы на этом останавливаться не будем, нам необходимо прописать обозначение этого поля, как мы его узнаем. Нажимаем на свойства. Свойства можно либо так зайти, правой кнопкой мыши, либо нажать в разработчике свойства. Что мы здесь видим? Все заполнять не нужно, нам нужно заполнить параметры поля текст по умолчанию и закладка. Смотрите, у нас это будет поле документа обороте подготовил или инициатор. Здесь пишем, как нам будет удобно обозначать это поле. То есть мы это для себя делаем, либо инициатор, либо подготовим. Я пишу инициатор. Остальное не трогаем, нет необходимости. Нажимаем ОК. Мы видим, что там директору от инициатора. Давайте еще здесь напишем директору какую организацию. У нас есть учет по организации, почему поставить здесь организацию. выбираем выбираем символ, нажимаем в поле, выбираем свойства и пишем организацию. Директору организации от инициатора. Современно отпуск прошу предоставить мне отпуск. также добавим поля. Сейчас добавляем эти поля, конвертируем их. здесь не рекомендуется использование пробелов, то есть если необходимо написать длинное обозначение, не используйте пробелов, пишите как с большой буквы допустим, отпуск, да, то есть чтобы было читабельно и удобно. вот у нас с вами есть уже готовый шаблончик, который нам необходимо сохранить. Больше ничего делать не нужно. В целях безопасности, когда вы закончили работу с шаблонами, рекомендую отключить режим разработчика, дабы и не травмировать себя. я знаю просто, что многие не привыкли к этому режиму, если они не работали, можете, конечно же, его отключить и сохраняем, заканчиваем. Так, вот у нас есть наш поле. и теперь мы переходим к настройке. Наш подклад клиент не поддерживает настройку. Структули с небольшими техническими неполадками. Оказывается, у нас набор версии будет доступна форма для работы с назначением и с назначением полей. Как это работает? Вот мы с вами создали шаблон и назначили каждому полю в этом шаблоне определенное имя. Что остается сделать до финиша, это обозначить соответствие и параллель между тем реквизитом, который у нас есть в базе, организация равна той организации, которую мы указали в файле. Эта настройка как раз происходит в форме, довольно простой форме, которая открывается по настройке заполнения. Я уверена, что пользуйтесь одинаковым документом оборотом и данная тема она очень интересная и очень важная. если у вас есть возможность зайдите пожалуйста у себя документооборот либо на копию базы документооборота и попробуйте просто зайти в эти настройки и посмотреть насколько они просты. То есть у нас есть слева будет колоночка от реквизитов и справа у нас будут поля для указания в файле. Таким образом мы настаиваем соответствие реквизитов на вкладочке реквизиты. Для того чтобы работать с вкладочкой свойства то есть срок начала отпуска и окончания отпуска нам необходимо будет прописать некоторые скрипты для позначения этого реквизита. Это связано с тем, что в системе доп.реквизит они рассчитаются как отдельные категории. То есть есть основные реквизиты организация подписывают подразделения инициатор. К этим реквизитам они напрямую заведены в конфигуратор и их можно легко найти. Поэтому соответствие с файлами в файле завести очень просто и легко. в соответствии с доп.реквизитами чуть-чуть просто подольше. Возможно если есть такие скрипты можно найти в интернете или же если у вас есть разработчик или вы разработчик такие скрипты можно написать. В скрипте пишется путь к этому доп.реквизиту по его именованию. Также можно дополнительно сдавать форматы. К сожалению как видите у нас не открывается данная форма. В любом случае у нас следующий вебинар будет уже на базе которая развернута и обещаю показать. Также плюс если есть желание можно можно выслать вместе с записью вебинара презентацию в которой у меня как раз есть включенный этот скриншот как раз как настраивать где настраиваются соответственно. В любом случае если даже у вас не используется документ наоборот можете зайти на демонстрационную базу но уже через предприятие через веб-сервер и посмотрите как им настаиваются это очень нужная вещь я уверена если вы еще не пользуетесь то обязательно заходите и будете пользоваться в частности обычно когда обращаются к нам компании пользователя различные сотрудники с разных компаний с целью покажите пожалуйста документ оборот мы ранее не пользовались нам не надо у нас все в бумаге но сейчас интересно и после этого после этого мы проводим краткую экскурсию по обзору возможностей функционала один из документа оборот и ну как кому заходит то есть кому-то нравится кому-то не нравится но когда показываем функционал автозаполнения файлов там единогласно да то есть покажите еще действительно такое можно этот функционал он действительно нужен и он удобен на подготовке договоров сотрудники тратят очень очень много времени если этот договор шаблонный не шаблонный нам в любом случае нужно отталкиваться от какой-то формы от какого-то шаблона если у нас много сотрудников там в отделе продаж допустим и всем нужно пользоваться едиными шаблонами договор аренды договор поставки договор такой для каждого шаблона документа каждого вида мы можем задавать различные файлы различные шаблоны файлов то есть для договора аренды у нас будет один шаблон файла для договора поставки у нас будет другой шаблон файла для каждого шаблона мы настраиваем автозаполнение и что делает сотрудник в таком случае Вплоть до того, что можно указать товары и услуги, которые, понятно, что вручную мы не будем заводить документы оборотов, мы будем синхронизировать, тянуть из другой базы, либо из декалтерии, либо чем пользуетесь, при торговле, ERP. То есть номенклатура должна быть синхронизирована, собственно, ее цены и так далее. Подтягивать сотрудник при создании карточки указывает реквизиты, заполняет раз, два, три, организация, контракент и так далее. Стороны, срок действия, дата, товары, какие услуги, какие-то реквизиты и нажимает записать. То есть, когда нажимаем записать, то происходит, система немножко загружается, в зависимости от количества реквизитов, система думает и как раз заполняет этот файл данными из карточки. Поэтому пробуйте и в любом случае, я думаю, что после того, как попробуете, у вас определится ваше личное мнение, что вы об этом думаете, пригодится это у вас на предприятии или не пригодится. Или, возможно, вы уже пользуетесь и есть какие-то вопросы по использованию, по скриптам, то пишите. Что ж, будем закругляться. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Спрашивают про запись. Да, запись вебинара будет. Она будет отправлена вам на почту, по которой вы регистрировались. Также хочу вам отправить вместе с записью презентажку со скринами. Нет, запись вебинара отправляется по умолчанию, не по запросу, после того, как вебинар закончился. Понятно, что отправим не сразу, поскольку это у нас, так, это у нас Zoom, идет запись, и она изначально еще подгружается. Ну, наверное, знаете, да, что изначально запись подгружается на сервер, затем ее нужно скачать, естественно, конвертировать, расположить. Поэтому это не очень быстро. Что ж, всем спасибо. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, пишите. Также у нас на сайте всегда присутствуют, вот в окошке переписки, на нашем сайте quadroline.ru, всегда присутствует живой человек, и можете задавать тоже любые вопросы. Если это вопрос, там, касаемо вебинаров по документообороту, то этот вопрос как раз попадает к нам, в наше дело, и отвечаем оперативно. Антон спрашивает, хоть кто-то работает с письмами документооборота? Да, Антон, мы пользуемся письмами, мы работаем с почтой в документообороте. Есть много мнений, лично мне нравится, нравится именно из-за того, что письма отправляются не мгновенно, есть возможность передумать и его немножко поправить. Как вы знаете, в нашем документообороте есть почтовый клиент. Настройка к почтовым ящикам производится таким образом, что если вы руководитель какого-то подразделения, у вас будет доступ к письмам ваших сотрудников. Также есть возможность настроить какие-то общие ящики, которые, там, информационные, инфо, допустим, да, у всех есть почта инфо, да, на которую обычно отправляют. И вот эту общую почту, допустим, там, инфо, можно подтянуть и дать доступ к определенному кругу сотрудников. Есть, конечно, свои нюансы. Нюанс в проверке орфографии не очень удобно. Но в целом от себя могу сказать, что довольно безопасное пользование, да, то есть можно письмо отправить, потом система отрабатывает отправку письма и рекламными заданиями. И есть вот запас времени, когда, такой момент, когда отправили письмо, потом его открыли, да, оно лежит в исходящих. Нашли там какую-то просто ошибку, да, и хотелось бы ее быстро исправить до того, как письмо отправлено. Это как раз случай с документом оборота. Но при этом не очень удобно использовать почту в качестве основного средства переписки, да, как, допустим, скайп для бизнеса. Мы не можем рассчитывать на то, что сотрудник сразу увидит письмо и сразу нам ответит, да, то есть как минимум это одно рекоздание на отправку, второе рекоздание на приемку, да, то есть сотрудник увидел, ответил тоже третий, то есть через третий рекоздание можно переписываться и немножко долго. Так, Ирина спрашивает, подскажите, если планируется переход с УПП на ЕРП и стоит задача внедрения документа оборота, лучше внедрять параллельно или приоритет у ЕРП, а потом документа оборота? Скорее всего, зависит от количества денег, которым вы обладаете. Можно, конечно же, сразу работать по двум направлениям, по двум проектам, это будет удобно с точки зрения устраивания методологии. Но при этом у вас будет несколько сотрудников заняты на проекте по переходу с ЕРП, а еще другие сотрудники будут заняты на проекте по документу оборота. По факту, основную работу, да, будут делать некому. Ну, то есть тут стоит подумать и глубже взвесить, да, от себя. Наверное, я бы предложила немножко не то, что растянуть, а если нет каких-то большого штата сотрудников, да, которых мы готовы выделить сразу на два проекта, то разделите эти проекты. Ольга, да, спасибо. И что касается НСИ, так же, да, изначально оперативка у нас забивается в ЕРП, и затем с ЕРП мы сможем уже тянуть наших и пользователей, и документы, документы оборот, и затем поработать. Что ж, вопросы закончились. Хорошо. Всем спасибо и до связи. До свидания. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok